Больше всего оплата выросла в Барнаульской зоне. Рекоператор поднял тариф сразу на 25%. И теперь жителям многоквартирных домов за вывоз мусора придется платить на 14 рублей больше с человека. То есть семья из четырех человек ежемесячно будет отдавать на 56 рублей больше, чем прежде. Такие темпы повышения тарифа обоснованы экономически, утверждают специалисты. И подчеркивают, они не снизятся до тех пор, пока не будет выстроена в регионе эффективная система утилизации отходов. Должны быть понятные, условно говоря, горизонты для бизнеса и должны быть понятны условия для населения, как изменится тариф. Почему? Потому что любые большие положения, они предполагают в любом случае отражение потом в тарифах. И мы должны с вами, как дотационный регион, понимать, за счет чего мы будем компенсировать вот это увеличение тарифа. По условиям мусорной реформы система утилизации отходов в каждом регионе должна быть отлажена к 2030 году. Но уже сегодня, по нормам Санпина, рекоператор обязан полностью охватить свою зону услугой по вывозу мусора. Причем независимо от темпов накопления отходов, вывозить их регулярно из всех населенных пунктов, включая самые отдаленные. При этом тариф для жителей одной зоны единый. Оплата граждан, она все-таки формируется в знаменателе, да, у нас объемы. Тариф расхода у нас не уменьшится. Поедет мусоровоз за одним ведром, либо за двумя ведром и мусором. Мусоровоз, он туда поедет. Определенного качества, технических характеристик. Только тариф, когда будет формироваться плата граждан. Он в знаменателе будет меньше, объемом будет выше тогда. Федерация обещает регламентировать вывоз своих твердых коммунальных отходов в таких населенных пунктах. Это действительно проблема. Мы движемся в сторону расширения, особенно в удаленных зонах расширения этой услуги. Но, к сожалению, встречаем и обратный отход от населения. Они говорят, что мы никогда не платили и платить, наверное, не собираемся. Сегодняшний единый тариф несправедлив, считают рекоператоры. По их мнению, куда правильнее перейти к учету отходов по факту. Тогда и оплату за вывоз мусора можно уменьшить. Реформа счета так, что ко мне в квартиру кто-то приходит, у меня убирает, все делает, уходит. А я лишен возможности, как-либо эти процессы контролировать. А пока норматив накопления не отвечает фактическому потреблению, людям придется смириться с темпами роста услуги. И это очередной права у мусорной реформы, убежден глава сельсовета Первомайского района. Любая реформа, будь то реформа, связанная с капремонтом бедомов, будь то реформа с мусором, это не для того, чтобы решить проблему. Это для того, чтобы освоить большие генеральные деньги бюджетные, с одной стороны. С другой стороны, создать условия в регионах для аффилированных структур и заменить детишки на младшишки. Все. Пока будет такой государственный подход, ни одна реформа, в том числе и мусорная, будет неудачной. Участники дискуссионного клуба при этом отметили, что в Алтайском крае тариф за вывоз мусора – один из самых низких среди регионов. Впрочем, как и уровень доходов населения. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.